МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что представляет собой система и фрейд, которая вводится в рамках цифровизации логистической отрасли? Какие страны применяют данный проект к рынку воздушных перевозок? Какова эффективность этой системы для государства и авиакомпаний, когда воздушное пространство Казахстана будет полностью покрыто и фрейдом? Подробнее об этом сегодня в программе «Транзитный Казахстан». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Авиатранспорт соединяет между собой города и государства. Поднявшись на борт самолета, пассажиры достигают своего пункта назначения в кратчайшие сроки. Этот вид транспорта очень популярен благодаря экономии времени и энергии. С каждым годом число пассажиров, предпочитающих воздушный транспорт, увеличивается. Этот факт подтверждает статистика за прошлый год. По пассажиропотоку на воздушном транспорте в 2017 году также достигнут рекордный показатель. Рост количества авиапассажиров состоял в 23%. При этом количество транзитных авиапассажиров выросло на 30%. В целом, развитие транзитных авиаперевозок является одним из ключевых направлений в рамках проектного управления. И в 2020 году будет обеспечено 1,6 млн транзитных авиапассажиров или увеличение в 2,5 раза. Если поставить ясную цель, и четкий план мы бесспорно сможем достичь желаемых результатов. Большим шагом к позитивным переменам станет новая система, которую Казахстан вводит в сферу авиации. В серии авиации внедряются безбумажный документооборот по грузовым авиаперевозкам EFREIT и система по сбору и обработке данных об авиапассажирах. Мировая практика показывает, что цифровизация на транспорте невозможна без активного участия бизнеса. Согласно исследованиям, цифровизация увеличивает прибыльность компании почти на треть. Внедрение системы EFREIT во внутренний авиационный сектор предложила Международная ассоциация воздушного транспорта ИАТА. Курс перенос бумажных документов на бортовые грузы в электронную модель передачи. То есть введение информационной системы безбумажного документооборота в сфере воздушных перевозок. Данный стандарт направлен на улучшение и на повышение эффективности грузоперевозок. То есть в настоящее время почти все грузовые перевозки в мире опираются на бумажные документы. То есть это и есть тот момент и затягивания процессов, и достаточно долгие, негибкие, неповоротливые процедуры оформления грузоперевозок. И АТА предполагает замену порядка 20 бумажных документов электронными сообщениями. То есть это уже идет повышение эффективности грузоперевозок. В том числе эта идея, этот стандарт, он направлен на развитие отразительного потенциала нашей страны. Вообще участниками проекта являются несколько сторон. Это те стороны, которые участвуют в грузоперевозке. В самой процедуре грузоперевозок это в первую очередь авиакомпании, авиаперевозчики сами, аэропорты, также службы таможенного контроля, операторы наземного обслуживания и так далее. То есть здесь будет большая выгода как авиакомпаниям, так и аэропортам. Представители АТА в Казахстане также одобряют введение данной системы. По его словам, если оборот документа не перейдет в электронную форму, конкуренция в авиации не будет развиваться на должном уровне. Главная цель этой системы – улучшение транзита. Для этого необходимо увеличить скорость оформления воздушного багажа. То есть необходимо ускорить таможенное оформление и другие процедуры. Иностранные перевозчики, отправляющие груз через Казахстан воздушным путем, в среднем ждут один-два дня. Кроме того, таможенные или другие надзорные органы могут рассматривать передачу грузов более одного или нескольких дней. Это также увеличивает время доставки. Международные стандарты, инновационные технологии и современные методы – все это составляющие системы и фрейд. Как отмечалось выше, 20 различных документов будут заполняться электронным способом благодаря этой системе, что дает множество преимуществ как для государства, так и для авиаперевозчиков. Для авиаперевозчиков главная выгода – это снижение расходов авиакомпаний, связанных с грузоперевозками. В том числе это идет экономия времени, существенная экономия времени. Если до этого, вернее, во время использования бумажных документов и бумажного документа оборота, тратится порядка от одного до нескольких суток для полного цикла грузоперевозок. После внедрения стандарта E-FREIT, где будет осуществлена замена многих документов электронными сообщениями, это время сократится до нескольких часов. Это большой плюс для авиаперевозчиков, для снижения их расходов и сдержек. Положительная реакция казахстанских авиакомпаний не заставила себя долго ждать. Число документов, которые требуют скорой обработки, постепенно возрастает. С данной системой грузовые перевозки будут продвигаться гораздо быстрее, как только она начнет свою работу. Кроме того, при заполнении электронной формы исключено допущение ошибок. По итогам 2017 года эта компания перевезла 1797 тонн груза. Мы ведем работу по расширению данного сервиса. Ввиду этого число перевезенных грузов увеличивается каждый год. Внедрение стандарта E-FREIT позволит получать документы в электронном виде задолго до получения грузов, что, конечно, сократит время на оформление транзита, трансфера и ввоза грузов в Республику Казахстан. Также ожидается сокращение расходов на изготовление бумажных носителей. Сегодня Казахстан вводит новые технологии в области транспорта. Среди них интеллектуальная транспортная система. Использование международных стандартов, которые уже давно проявили себя на практике и широко используются в мире, способно повысить эффективность транспортной системы в нашей стране. Система E-FREIT работает в ряде стран. Ее эффективность и преимущества отмечают все пользователи рынка воздушных перевозок. Начиная с 2006 года многие страны повсеместно уже внедряют этот проект. В пилотном режиме этот проект внедрен в Российской Федерации. Также процентаж внедрения этого проекта по всему миру составляет порядка 50%. То есть уже больше половины стран мира переходят на этот стандарт. Некоторые постепенно, некоторые уже. То есть по Европе, допустим, процентаж внедрения этой системы составляет чуть более 40% в североамериканских странах порядка 45%. То есть процедура внедрения этого системы в международную систему продолжается активными темпами. Впервые система E-FREIT была полностью внедрена в Гонконге в 2014 году, затем в Королевстве Нидерландов. В настоящее время некоторые из документов, которые входят в систему E-FREIT, постепенно внедряются в ряде стран. Система E-FREIT является требованием времени. В эпоху современных технологий все отрасли нуждаются в скорости и экономии. Всего в систему E-FREIT входят около 30 электронных документов. Первый из них – электронный самолет. В Казахстане есть все возможности для введения такого документа. Так, в 2016 году в аэропорт Алматы прибыла специальная команда экспертов из Нидерландов, которая и проводила тестовую апробацию технологии. Ввести все документы в пользование в течение одного года невозможно. По опыту других стран, электронная авианакладная чаще всего внедряется в течение двух-трех лет. Введение остальных 29 документов займет много времени, но мы считаем, что их можно внедрить в течение пяти лет. Система E-FREIT будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства. По данным Министерства инвестиций и развития, стоимость проекта составляет около 3 миллиардов 300 миллионов тенге. По данным Международной ассоциации аэропорта, в течение следующих 10 лет все авиакомпании перейдут на электронные документы. Если в течение этого времени Казахстан не осуществит электронную регистрацию, тогда иностранные авиакомпании не будут перевозить грузы через Казахстан. Есть хорошее выражение, куй железа пока горячо. Если введение проекта будет осуществляться вовремя, то в пользе окажутся как государство, так и ответственный сектор. Цель будет достигнута, если международная система E-FREIT будет внедрена своевременно, тем самым увеличив количество транзитных грузов, проходящих через нашу страну, и сэкономив время на их доставку. Конечно, реализация такого проекта – дело нескольких лет. Главное – идти в ногу со временем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин